Алло Алло, Максим, здравствуйте Слушаю вас Меня зовут Сокровский Константин, компания IQ Finance Вы ранее проходили регистрацию касательно дополнительного заработка в интернете Но так к нему не приступили Подскажите, пожалуйста, у вас что-то не получилось, либо же какие-то системные трудности Сориентируйте меня, пожалуйста, когда я проходил регистрацию А вы проходили регистрацию 9 мая А сегодня какое у нас число? Шестое, 15, простите 15, то есть чуть-чуть больше месяца Как вы думаете, если в течение месяца человек не начал работать с вашей конторой У него есть на то веские основания? Почему же контора, Максим? Смотрите, как вы понимаете, как бы... IQ Finance, где зарегистрирована ваша контора? Максим, как бы... Максим, как бы понимаете, сейчас в нашем мире происходит война И сами знаете, какая сейчас ситуация Вы интересовались, да, у вас какие-то проблемы по ситуации? У меня никаких проблем с такими ситуациями Максим, я называю вещи своими именами Так, ну называйте Как бы того оно ни касалось Война есть война Я думаю, вы тоже прекрасно понимаете о чем Конечно, вы хотите сказать война? Вы его и говорите Война Я не хочу выбраться в политику, просто я вам скажу Россия уничтожает неофашизм Это нормальное явление Не все же американцы... Россию уничтожают? Россия уничтожает неофашизм Это нормальное явление Это же не американцы долбят Югославию в мирный народ Вот и все Давайте не будем о политике А давайте лучше про ваши финансы поговорим IQ Finance Я уже не помню... Давайте, давайте Я не помню вашу компанию Вы мне подскажите, что это за компания? Финансовая фирма Фирма финансовая? Что-либо ранее слышал? А чем занимается ваша финансовая фирма? Вы что-либо ранее слышали о дополнительном заработке на криптовалюте акций крупнейшей компании, к примеру? Вик деятельности вашей компании, вы меня не слышите? Купили дешевле, продали дороже Вик деятельности, как написано в уставном документе вашей компании Вы молодой человек, кем являетесь... Вы кем являетесь в этой компании? Ваша должность называется как? Младший специалист Чего? Младший специалист По накручиванию гаек, по завертыванию... Максим, а я с вами связался, чтобы выяснять конкретно мою должность... А я просто задаю вам вопросы юридического характера Вы не можете ответить, финансовые вопросы... Юридического характера? Да Максим, это не в моей юриспруденции... Ну, тогда переключите меня на специалиста, который более компетентен в вашей компании А с какой целью я вас... Я хочу узнать про вашу компанию, а не про то, что там какая-то компания чем-то занимается финансово, тем более... Про что-то с проблемой, что вы хотите узнать, Максим? Хорошо, вид деятельности вашей компании, юридическим, там, этим языком, можете произнести это слово? На юридическом нет, потому что у меня нет юридического образования... Ну, тогда извините, я же вам сказал, соедините меня с вашим юридическим отделом, юристом, там, кто обладает, хотя бы минимум... Чтобы понимать, с кем я общаюсь, а вот это... Хорошо, Максим, вы с какой целью ранее подавали заявку? С целью найти себе... Чтобы пообщаться с юридическим отделом? Нет, это вы, наверное, недопонимаете Когда человек хочет вложить хоть одну кочейку... Так нет, смотрите, Максим... Не перебивайте меня, вы оставляли ранее заявку... Вот, если человек хочет... Я потому повышаю, потому что вы не хотите меня слушать Если человек хоть одну кочейку хочет вложить куда-то, он должен знать об этом хотя бы минимальное представление Вы звоните, больше месяца назад какая-то регистрация прошла в какой-то фирме И при этом даже не соизволили немножко подготовиться к этому звонку И прочитать хотя бы небольшие уставные документы по вашей компании Подготовить хотя бы какую-то юридическую информацию о вашей компании Зачем вы позвоните... Цель вашего звонка... А мне не надо объяснить... Я вам и пытаюсь это объяснить, вы меня не слушаете и перебиваете Я вам только что описывал, криптовалюта и акции То есть вы занимаетесь... А где покупаете вы дешевле и продаете дороже? На международном рынке Да? Звоните и сайте телефонии московской Работаете на международном рынке А вас как туда выпустили? Супер, потому что наш офис находится в Ирландии А, вы зарегистрированы в Ирландии? Или офис? Конечно, я нахожусь в Ирландии В Ирландии? У-у-у Понятно Ну так, слушаю вас IQ финансы, я так понимаю, брокерская компания, да? Конечно А регистрация-то, хоть в Российской Федерации у вас присутствует? Конечно, присутствует А вы с какой целью интересуетесь? С целью? С оперативно сугубой Слыхал такую? Чего ты завладил цель-цель? Я хочу... Ну, Ватерин Максим, мы с вами на «ты» не переходили Я перешел Я перешел У меня регламент мой Ну, поздравляю вас Ну и все Так, ИНН, назовите, пожалуйста, свой Вы можете это хотя бы назвать? Что еще раз назвать? И-э-э-э-н Вашей... И-э-э-э-э... И-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э Финансовой фирмы Максим, мы международная компания Мы никак не сугубо московская ИНН как-то кого-то нету А, нету? Совсем по-другому Я вам объясню, мы зарегистрировали. Я обязательно сейчас передам ваш номер в прокуратуру, в Роспотребнадзор. Дим, вы меня слышите или нет? Я вам сказал, что вы не беспонародные, находятся в Ирландии, при чем здесь Москва? Что ты так кричишь-то? Что и что? Что вы пытаетесь объяснить? Не кричи, успокойся, попей водички. А мы уже на оскорбление с вами перешли, Макдин. Ну я же слышу, что ты хохолок. Ну я поэтому хохолок тебя называю. Я русский, а ты хохолок. Ну все нормально. Поздравляю, я тоже русский. Да ты такой русский, какой я еврей. Я таки вас умоляю. А вы что? А вы с какой области? С Москвы, правильно? Нет, я с Новосибирска. Можешь приехать, познакомиться. Поздравляю вас, а я с Ростова-на-Дону. Да, я знаю. Вы все там с Ростова, с Ростова, из Белгорода. Да не что теперь. Ты мне скажи, почему у вас... А это не Россия уже? Давай, не будем про Россию. Скажи мне, почему у вас нет ННН, если вы зарегистрированы в Российской Федерации? Как вы тогда получили номер телефона в Российской Федерации? Без регистрации. Ну ты совсем тупой. Потому что мы являемся международной компанией. По-моему, это вы. И как? Вы прошли регистрацию в Российской Федерации. Где вы проходили регистрацию в Российской Федерации? В каком органе? Я вам уже все уточнил. В каком органе вы прошли? Если вы не слышите, это ваша проблема. Ты понимаешь, ты даже на элементарном... Вот знаешь, у нас даже первокласска знает, что такое ННН и где это регистрируется, и как это все сделать. Если ты хочешь легально работать на территории Российской Федерации. Вы вообще там тупые высалы, что ли, там обожрались, горилки перепили. ННН, мы зарегистрированы... Простой, могу я регистрирую? Вот ты послушай меня. Мы зарегистрированы в Российской Федерации. Я говорю, скажи ННН, а у нас, говорит, нету ННН, мы международная компания. Ты дурак, нет, ты хоть немножко право Российского Федерации почитай и узнать, как регистрируется компания. Максим, вы такой же самый, как вы называете людей. Такой же самый, такой же самый. В принципе, вы тут и есть. Конечно, конечно же, Максим. Если вы не знаете, то, что есть... Ладно, ладно. Зайдешь на канал, мошенники звонят по телефону. Зайдешь на канал, мошенники звонят по телефону. Послушаешь... Супер, здорово. Когда? Когда? Не знаю, когда. У меня звук его держит. Когда он выложит, я вот отправлю разговор с такой туповкой, чтобы люди посмеялись. Прекрасно. Супер. Супер, отлично. Супер. Вот это хохлятки. У меня жена с канатопа, она ржет над вами, как вы пытаетесь себя за Ростов выдать. А, то есть, слово супер, это не русское слово? Нет. Так же само. Это украинское, да? Так же само. Вот, украинское. Мы говорим украинское, а вы говорите украинское. Понимаешь? Небольшие разницы, а вот за три года общения с вашими туповыми скриптами, которые вы пытаетесь зачитывать нам, россиянам, я тебе говорю, уже даже без жены украинки уже понимаешь, что хохло. А вы что, каблук, Максим, только с женой можете... А ты что, ну что ты сразу на личности приходишь? У меня с женой хорошее отношение. Мы с ней вместе прикалываемся над вами. Это мы прикалываемся над вами. Супер. Прекрасно. Ты молодец. А по-моему, мне кажется, вы инфотильный... Ой, да давай без оскорбления. Я не реагирую на скрипты. Поверь, нет. Меня как только не называли. Неадекватом, гомосеком. Что у меня, я потерял деньги в какой-нибудь там компании. Что мама, папа у меня там и т.д. и т.п. Я только знаю одно. Маш жопу салом, готовься к кинжалам. И поганой смерти. Я тебе желаю поганой смерти, чтобы тебе земля осталась стекловатой. Ну а так, как скоро ты поешь в Сибирске нашлицо. Максим, 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 благословляю вас на Чернобаевку. Максим, Максим, благословляю вас на Чернобаевку.